Всем привет, ребята! С вами снова я, Скорб. Кто меня не знает, советую посмотреть этот видеоурок, потому что речь пойдет о довольно серьезной ситуации, которая случилась со мной буквально пару часов назад. Вот. Раньше я с этой проблемой не сталкивался, вот сегодня столкнулся, очень был разочарован, расстроен, долго копался в панели управления, что-то как искал, так как интернета у меня не было, не мог посмотреть в интернете, что это. Итак, не будем ходить вокруг да около, начнем. Речь пойдет об ошибке 651, ребят. Тот, кто не знает, что это за ошибка, советую посмотреть либо мой урок, либо зайдите в интернет, почитайте, что это, и почитайте меры предосторожности, иначе потом вам будет обидно, тяжко и тому подобное. Так, чтобы, допустим, вы столкнулись с этой проблемой и не знаете, что да как, во-первых, обратите внимание на свой адаптер. Если у вас сетевой кабель, посмотрите на него, он, если работает, он должен мигать. Если ваш адаптер не мигает, значит, проблема у вас с интернетом конкретная, вы в интернет не зайдете. Так, допустим, у меня не мигает адаптер, у меня интернет сломался, все, капец. Что мы делаем? Буквально недавно нашел решение этой проблемы. Смотрите, заходим в панель управления, ребят, все довольно просто. Сети и интернет. Нажимаем центр управления сетями и общим доступом. И слева изменение параметров адаптера. Все. Сначала у вас, ребят, вот этого не будет. Интернет неопознанная сеть. Вот этого у вас значка, ребят, гореть не будет. Для этого вытыкайте свой адаптер и вставляйте снова. После как вы вытащите и вставите назад адаптер, у вас появится этот значок. Он будет гореть серым цветом. Нажимайте на него правой кнопкой мышки. Первое, что у вас будет, это включить. Нажимайте на включить и все. Проблема ваша будет решена. Будете заходить, нажимать высокоскоростное подключение, включить и все у вас, ребят, получится так, как у меня. Все, видите, я подключился. Когда у меня сломался интернет, вот этого неопознанная сеть ограничена у меня не было. Скорее всего, вот из-за этого у меня интернет и полетел. Ну, я вам показал решение проблемы. Долго я, конечно, думал, как это сделать, но все-таки надумал, потому что с этой проблемой я никогда не сталкивался и не знал, как ее решить. Поэтому долго думал, как это предотвратить. После этого я зашел в интернет, почитал, что это за ошибка, какие меры принять. Ну, я вам скажу, ребят, так. Лучше сделайте, как я вам показал. Иначе то, что вы будете читать в интернете, там очень много всякой информации, абсолютно ненужной. Упс, проснулась. Это ты так чай пьешь? Так, ребят, я вырезал свой ненужный диалог, меня девушка спалила. То, что я ушел, на самом деле, попить чайку, а сел за компьютер. И за это получил небольших люлей. Ну, ладно, продолжим. В интернете много всякой ненужной ерунды, которую вам описывают. Вас загоняют там какие-то такие комбинации, что вы даже сами запутаетесь, куда вы зашли. Какие-то панели управления, там сеть интернет, потом изменение адаптера, какую-то еще сеть, потом куда-то в свойства, еще куда-то. Это вам все не нужно, ребят. Лучше сделайте так, как я вам показал. Это самый легкий, эффективный способ. Начать работу своего интернета. Или поищите тщательно в интернете какой-то сайт, где четко описано решение этой проблемы. А не на первых попавшейся. Там столько ерунды вам выдают. Это вообще просто... Вы прочитаете и просто плюните на пол, потому что то, что вы прочитаете, вам никакой информации полезной не будет. И что еще хотелось бы сказать. В общем, никому не желаю сталкиваться с этой проблемой. А лучше сразу, ребят, посмотрите либо какое-то видео по решению этой проблемы, либо мой урок, либо посмотрите в интернете сразу. Если вы даже и сейчас смотрите мой видео урок и думаете, что это все какая-то ерунда, шутка, или я сам с этим справлюсь. То есть, когда у вас выскочит эта ошибка, ничего подобного, ребят, вы сразу так огорчитесь, потеряетесь маленько, потому что пропал интернет, когда он вам очень нужен. Это не очень приятно. И сами вы проблему эту, скорее всего, если даже и решите, то через, я не знаю, через пару-тройку часов, наверное. Потому что, если не зная эту проблему, быстро она не решится. И... в общем, все. Я вам показал, как ее решить. Дальше, ребят, дело за вами. Смотрите видео обучающие. Читайте. Наматывайте на уст. Предотвращайте. Эти ошибки. И лучше с ними не сталкивайтесь. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok